Вы смотрите программу «Прилюдно». Сегодня мой гость, человек, не побоюсь этого слова, удивительной судьбы. В его биографию вместилось очень многое. И арест, и различные санкции в отношении его и членов его семьи. Все последние месяцы он считается главным возмутителем спокойствия на политической арене Республики Молдова. Итак, сегодня у меня в гостях башкан Гагаузии Михаил Фурмузал. Добрый вечер, Михаил Макарович. Присаживайтесь, пожалуйста. Рада вас видеть. Спасибо. Рада вас видеть в добром здравии, в хорошем настроении. Особенно после новостей, которые вчера приходили из аэропорта. Что там произошло? Вас пытались там как-то задержать таможенники, пограничники? Что это было? Ну, меня и председателя Народного собрания Гагаузии пропускают у нас дипломатические паспорта. Что касается остальной делегации, то действительно там процедура была очень такая унизительная, потому что всех пассажиров самолета пропустили. А делегацию, которая была в Москве, в сторону отвели, сказали ждите. И где-то полтора часа их там продержали. То есть не досматривали, просто удержали? Ну, подвергли тщательному досмотру. Личные вещи, одежду. Ну, понимаете, такая демонстрация силы, превосходства, демонстрация такого, знаете, как неуважительного, пренебрежительного отношения. Вы там знаете свое место. Я думаю, что ничего хорошего от этого не будет. Я думаю, что это унижение для тех людей, которые занимают ответственные посты. И эти люди получили мандат доверия населения. За каждым из них стоят избиратели, которые голосовали за них. Председателя района, депутаты парламента, нашего автономии, Народного собрания Газаузии. Это все-таки представители законно избранной органы власти представительные и исполнительные. И отношения такое они не заслужили. Если у вас есть какая-то информация, что эти люди перевозят запрещенные какие-то, ну, скажем, принадлежности, запчасти какие-то, предметы. Да, вы можете спросить, если можно, в воду без газа. Мне зеленый чай. Спасибо. Вот. И если есть такая информация, пожалуйста, возьмите одного-двух, на кого есть такая информация, проверяйте. Но всю делегацию, всех пропустить, а этих образцово-показательную порку устроить, это неправильно. Это не 21 век, это не Европа. Это Африка, это что-то другое. Хорошо. Михаил Макарович, скажите мне, пожалуйста, с кем вы встречались в Москве, что вот, судя из ваших размышлений, это вызвало такое недовольство. Мне рассказать со всеми, с кем встречался? Или только то, что официально? Личную часть вы можете опустить. А вот в отношении официально, назовите, пожалуйста, представителей власти, я так понимаю. Значит, 25-го числа утром первая встреча была в Роспотребнадзоре. И вся наша гагаузская делегация была в Роспотребнадзоре. И знаете, какие мы вопросы там решали? Я догадываюсь. Мы решали вопросы, чтобы наши вина из Молдовы, наши производители имели свободный доступ на российский рынок. Вот чем мы занимались. Секундочку, вот я сразу вас спрошу, вина из Молдовы или только из части Молдовы, из автономии под названием Гагаузия? Здесь есть тонкий нюанс. Если вы задаете этот вопрос, значит, вы тоже или читали эту информацию, которая ложная распространяет, что только гагаузские вина идут на российский рынок. Это неправда. То есть вы за всю Молдову там хлопотали? Это неправда, потому что на территории Гагаузии расположены винзаводы с юридическими адресами в Кишиневе. На территории Гагаузии есть виноградники Крикова и компании Леон Гри и других компаний. И доступ на российский рынок получили не только гагаузские компании, но получили и другие компании, которые зарегистрированы в Кишиневе, но имеют производство на территории автономии. Почему? Потому что мы обеспечили полные соответствия требованиям Роспотребнадзора по качеству наших вин. Это первое. Второе. Мы дали возможность свободного доступа на любое предприятие 24 часа в сутки, любое время, любой день недели, когда они только захотят. Третье. Мы дали полный объем информации, какое количество, какого сорта, какого качества вина, на каком винзаводе, вплоть до того, что в какой бочке, сколько литров вина. Мы всю эту информацию дали. И эта информация есть и в Роспотребнадзоре, и именно в таможенных пунктах пропуска. И те вина, которые соответствуют по качеству требованиям Роспотребнадзора, там известно, какая компания, какое количество вина может отправить Российскую Федерацию, где качество уже проверено, точно соответствует требованиям Роспотребнадзора. Понимаю, Михаил Макарович, я вклиниваюсь сейчас в ваш монолог и задаю вполне, на мой взгляд, резонный вопрос, который задают очень многие в Кишиневе. Таким образом, вы доказываете, что есть люди, которые работают в Гагаузе, и они работают гораздо эффективнее, в том числе и правительство Республики Молдова. Потому что с жестким комментарием выступил лидер одной из партий коалиции, господин Филат. Он тоже сказал, что ваше решение с Роспотребнадзором, он расценивает как неуважение, значит, как политический заказ, спасибо, со стороны Российской Федерации. Вы читали этот комментарий? Да, я читал этот комментарий, не только этот комментарий я читал. Передо мной, как руководителем региона, стоит простая задача. Есть продукция. Эту продукцию надо реализовать, чтобы люди имели возможность вкладывать деньги в дальнейшие производства, виноградники, новые плантации, уборка, оплата труда, налоги. И я решал эту задачу. У меня не было задачи с кем-то конфликтовать или кому-то что-то доказывать. И я свою задачу выполнял как государственный чиновник, получивший мандат доверия населения, который обязан работать на население. Я исходил из этого. Возвращаясь все-таки к молдавским винам. У нас у всех граждан Республики Молдова синие паспорта. Мы все жители Республики Молдова. Если одна часть территории Республики Молдова смогла найти алгоритм, дорогу, как решить эту сложную проблему, почему другие не могут следовать этому пути? А они уже идут. Сейчас еще ряд компаний получает добро уже со всей территории Молдовы. Потому что алгоритм есть. Мы обеспечиваем прозрачность процесса. Контроля, производство, транспортировки, реализации. Полную прозрачность. Понимаете? Да, понимаю. И когда чиновники из Молдовы едут в Москву, если бы они решали вопросы государства, все было бы нормально. Они решают свои личные вопросы. А вы знаете, что вас тоже в этом извиняют? Например, говорят, что вот вы, да, почему вино, почему вы пошли в Роспотребнадзор? Прежде всего, да, это потому что есть винный бизнес господина Константинова. Вы не могли это не слышать. Значит, насчет винного бизнеса господина Константинова. Насколько я знаю, господин Константинов давно все свои вина передал винно-коньячным комбинатам на производство коньячных спиртов. То есть у него нет интереса отправки своих вин в Российскую Федерацию. У него просто их нет. Он все их сдал в коньячный производство. Насколько я информирован. К тому же у господина Константинова винный бизнес не основной. Когда он работал, у него компания в основном занимается производством сельскохозяйственной продукции. Зерно, кукуруза, пшеница, подсолнечник. Это основной его бизнес. А винзавод – это его такой сопутствующий мелкий бизнес. У господина Константинова есть и спиртзавод, насколько я знаю. У него много компаний. Это очень состоятельный человек. Он сейчас весь свой бизнес передал под управление. И он никогда не отправлял вина в Российскую Федерацию. Он отдавал на месте другим компаниям. И основной производство его – это был спирт. И, насколько я знаю, по-моему, коньяк он производит. То есть это происки недоброжелателей? Я бы не сказал, что это не происки недоброжелателей. Это просто ложная информация для того, чтобы навести тень на плетень. Но даже если предположить, что у него есть тысячи тонн вина, даже если предположить, но в Гагузии больше, чем 30 тысяч тонн вина. То есть это даже 10% нет. 3-4% от общего объема вина, и он же не станет заниматься. И это не его инициатива была. Понимаете? Это инициатива, с которой я не один раз туда летал, я не один раз убеждал. И более того, мы ведем разговор о том, что должна быть лаборатория на территории автономии, полностью, скажем так, в тесном взаимодействии, работающая с Роспотребнадзором. Хорошо. То, что происходит сейчас, в том числе и во взаимоотношениях центральных властей и властей Гагаузии, вот на сегодняшний день можно назвать просто. То есть эти отношения, они достаточно напряженные. Особенно после того референдума, который прошел в феврале. Вот смотрите, Михаил Макарович, вы так серьезно испортили отношения с Кишиневым. Референдум прошел. Он прошел, результаты его были вполне ожидаемые. Вы так и надеялись на такой результат. Нет, мы не ожидали такой. Такой высокий. Для меня это была полная неожиданность. Я очень переживал за явку. Я переживал, что не будет явки 50 плюс 1. Ну нет, я так не думала, исходя из истории компании, которая была. Ну хорошо. Ну скажите, оно того стоило? Вот его же не признали на уровне центральных властей. Тут признали, не признали, для нас эта роль никакой не играет. Мы дали возможность демократическим институтам действовать на территории автономии так, как они действуют в современной Европе. И когда я слышу, что кто-то говорит незаконный референдум, мне жалко этого человека. Он законодательство не читает. Референдум – это высшая форма проявления демократии. Сейчас Каталония будет проводить референдум, Шотландия будет проводить. А до этого… Венеция провела. Да, Венеция. Правда, там уже отделение. Когда мы говорим о референдуме, жители Гагаузии, юг, вообще он очень такой тонкий, чувствительный к возможным переменам. И первый тон в референдумах задала именно Гагаузия. Если вы проанализируете, первый референдум и первое провозглашение Гагаузской республики на просторах бывшего постсоветского пространства было именно в Гагаузии, когда Гагаузия объявила себя республикой в составе Республики Молдови, еще бывшем Советском Союзе. Самые первые прибалты еще отдыхали, спали, про других и не говорим. Самые первые это Гагаузы сделали. А сейчас пошли наоборот, объединительные процессы. И этот референдум во многом он стал как пилотный проект, эталонный проект. Спросили народ. Народ свое мнение сказал. Эту точку зрения я официально подписал письма, направил премьер-министру всем. Пожалуйста, принимайте во внимание, когда проводите внешнюю политику нашего государства. Если мы живем в центре Европы, если мы говорим, что мы декларируем европейские ценности, мы стремимся в Европу, что мешает нашему центральному руководству принять решение, провести референдум и спросить мнение людей. Вы куда хотите, люди? Вы хотите в Европу? Или вы хотите таможенное пространство? Если население говорит, мы хотим в Европу, жители Гагаузии обязаны подчиниться демократическим нормам, поскольку они являются меньшинством и вместе со всей Молдовой идти в Европу. Это так гласит сегодня демократия, так гласит она. Почему не проводят? Почему не проводят? Потому что проиграют. Потому что большинство скажет нет Европейскому Союзу. А знаете, почему скажет большинство нет Европейскому Союзу? Потому что, прежде всего, руководство, власть сама дискредитировала идею интеграции европейского пространства. Дискредитировала. Потому что мы видим большую-большую разницу между тем, что в Европе, какие внедряются механизмы соблюдения закона и контроля, и борьбы с коррупцией. И мы видим, как под лозунгами точно такими же в Республике Молдова делается совершенно противоположный. Люди очень хорошо информированы. Наши молдавские общества, они так относятся, власть, к людям, что мы их обманем, мы все равно лапшу на уши навесим, мы их там облакошим, мы им там деньги дадим, мы их там купим. Но люди информированы. Сегодня совершенно другая ситуация, чем была 4, 5, 10 лет назад. Информационное пространство полностью свободно, доступ к нему есть. Фейсбук, интернет, все, что вы хотите. Не только Фейсбук. И люди информированы. Михаил Макарович, знаете, я со стороны, мне кажется, если нас люди сейчас слушают, думают, ну да, это такой оппозиционный лидер сейчас говорит, вы же еще член правительства. И еще вот за референдум вас даже хотят лишить этого звания. Вообще, как вы, кстати, к этому относитесь? Будете ли вы добиваться того, чтобы остаться в кабинете министров? Мы будем добиваться соблюдения законодательства Республики Молдова, то, что мы и делаем. И все. Что касается этой инициативы. У меня есть на этот счет очень четкое мнение. Господа либералы, они делают все, что только возможно в их силах при поддержке своих запрутских друзей для того, чтобы ликвидировать молдавскую государственность. Ну, как вы себе представляете, что целый народ, он и так уже выброшен на обочину политической жизни. Нет ни одного представителя ни в министерствах, ни в посольствах, ни в департаментах. Ничего. Все, выгнали всех. Все русскоязычные, мы говорим так, иноязычные, скажем так. И русские, украинцы, и гагаузы, болгары, все на обочине политической жизни. И существует такая привилегронная каста унионистов. Я их называю нациками. Вот эти нацики диктуют погоду в Молдове. И сейчас эти нацики говорят, башкан в гагаузе не должен быть там. И к чему это приведет? Ну, неужели вы думаете, что 160 тысяч человек смирятся с тем, что несколько граждан Румынии, сидящих в конституционном суде, вынесут решение, значит, башкан в гагаузе исключить из членов правительства, и 160 тысяч безропотно подчинятся этому решению. А что сделают эти 160 тысяч? Уверяю вас, интеллектуальный потенциал позволит им дать адекватный ответ в рамках демократических норм. То есть это будет исключительно такой ответ, как в рамках Конституции, да? То есть это не будет каких-то таких акций, неповиновения или еще чего-нибудь? В рамках не только Конституции, но и международно-правовых нормативных актов, устава ООН и так далее, и так далее. Хорошо. Раз мы заговорили о правительстве, то вы, наверное, в курсе, пока вы ездили в Москву, у нас тут очередная инициатива, вот им они доверия всему кабинету министров. Вот мне, знаете, интересно, если бы вы были депутатом, вы бы проголосовали за отставку этого правительства? Если ВОТУМ выносится правительству, он должен выноситься конкретно за какие-то действия. Он уже неоднократно выносился. Но сам переговорный процесс внутри парламента, если выносить ВОТУМ недоверие, надо быть уверенным в том, что он пройдет. А для того, чтобы просто о себе напомнить, я в таких референдумах или ВОТУМах недоверия никогда бы не принял участие. То есть я бы пошел на отставку в том случае, если бы я собрал достаточно депутатов, 51 депутата, я был бы уверен, что эти 51 проголосуют за отставку. И сразу предложили бы новый состав, новую коалицию. Но все же знают, что эта коалиция до осени не разрушится. Все знают. Они будут цепляться друг за друга, они будут обнимать друг друга, прижиматься, цепями, сковывать себя, уголовными делами, компроматом. Но они будут держаться вместе до 30 ноября. Все же это понимают. И любой аналитик это может вам сказать, даже без диплома человек вам может сказать, что так и будет. То есть это пиар-акция, на ваш взгляд, в которой вы бы не хотели принимать участие? Зачем принимать участие в акциях, которые не дадут результата? Понимаете? Это просто напомню. Хорошо, я поставлю вопрос иначе. А это правительство заслуживает того, чтобы быть отставленным? Вот за те моменты, с которыми вы, кстати, боретесь. Вы меня ставите в сложное положение. Я как член правительства несу коллегиальную ответственность за результаты совместной работы в правительстве. Со многими вещами, которые делаются в правительстве, я не согласен. Я выражаю свою позицию. Вот в частности, когда вопрос стоял о приватизации, о сдаче, концессии аэропорта, я категорически против выступал. Но, тем не менее, я один, а там 21 человек. Когда ты работаешь 21 человек, тебе приходится решать вопросы региона. Если бы я не был членом правительства Республики Молдова и главой ГГУЗИ, вы мне задали бы вопрос, естественно, я на него сразу ответил бы. Но как ты будешь решать вопросы той же территории, которую ты представляешь, если ты сегодня начнешь 1, 2, 3, 4, 5 требовать его отставку, а как ты будешь взаимодействовать в рамках правительства. Поэтому мне приходится быть очень сдержанным. Хотя, если честно, есть ряд министров, которых я близко не подпускал к правительству. И они так замешаны в коррупции, что дальше некуда. Но я молчу, потому что член правительства Республики Молдова это определенный, ну, скажем, неописанный кодекс правил, который ты должен соблюдать. И то я иногда уже не выдерживаю, говорю, ну, давайте мы посмотрим, что люди говорят. Зачем эту приватизацию делать? Остался год до выборов, сейчас все население будет говорить, что вы хотите все продать, вы хотите напоследок все разворовать. Зачем нам эти разговоры? Я тоже несу вместе с вами такую же коллегиальную ответственность. И я говорю, господин премьер-министр, нельзя этого делать? Распределяет дорожный фонд. Я говорю, господин премьер, это бомба персонально под вас. Нельзя так распределять деньги. Взяли все демократические партии, всех примаров, значит, будем давать деньги своим примариям. Подождите, у нас политик должен относиться к своему государству, к своему населению. Голосовал он за тебя, не голосовал? Это другой разговор. Но ты ко всем должен относиться, как гражданам, и проявлять одинаковую заботу обо всех. И где критерии? Должны быть критерии. А в правительстве я сколько спрашиваю, этих критерий нет. И до сих пор эти критерии никто не разработал. Скажите, господин Дука, президент нашей Академии, он член правительства? Да, член правительства. Вот я тогда, как пройдется, читаю вам одну вещь по поводу флага, то, что он сказал. Мне очень интересен ваш комментарий. Вот он говорит. Мы в Академии наук длительное время изучали и анализировали особенности цветовой гаммы, используемые во флаге Гагаузии. А также влияние этих цветов на поведение самих гагаузов. В 90-е годы, когда молдавская государственность лишь формировалась, мы, истинные патриоты, уже пытались ликвидировать это вредоносное цветовое сочетание. Я обалдела, когда я это прочитала. А вы уверены в том, что это его слова? Нет. Я вот зачитала то, что я видела в прессе. Нет. Надо понимать, что сейчас идут выборы президента Академии наук. И надо понимать, что работает целая группа людей с целью дискредитации, с целью оказать влияние на результаты выборов президента Академии наук. И я склонен думать, что это обычная утка, которую у нас любят ангажированные масс-медиа запускать. И давайте вы, все-таки, как я ласково называю вас, работники ножа и топора, или как там, пера и топора. Лучше четвертой власти. Ну, ласково. Да, ну, четвертая власть. Я ласково так вас называю. Я думаю, что журналисты не обидятся. Нет, это мягко. Бывают хуже. Я наблюдаю ряд телеканалов, которые настолько ангажированы, что со всех щелей прет заказчик той или иной дезинформации. Я это наблюдаю. Я вижу, как основные медийные ресурсы страны, они просто-напросто куплены, зомбированы, выполняют четкую установку. Это не свободное общество, это не свободная пресса. И я не исключаю, что одним из этих элементов – это дезинформация. Ну, какой смысл есть академикам, Академия наук изучать влияние цветовой гаммы на ГАГАУСА. Да, вот мне так интересно стало. Я вообще знаю влияние красного цвета на представителей живого мира. Но тут сразу три цвета. Я как-то потеряла. Подожди, тогда получается, что такая цветовая гамма есть во Франции, такая цветовая гамма есть в России. Ну, как вы думаете, что имелось в виду? Такая же цветовая гамма, по-моему, еще какая-то страна имеет точно такую же цветовую гамму. Вот как на них это влияет? Ну, как влияет? Эти европейцы, эти живут на Востоке. Нормально все. Хорошо. Я не думаю, что академикам больше нечего делать, чтобы изучать влияние цветовой гаммы ГАГАУСКО, флага на поведение, на сознание ГАГАУСКО. Вы даже вот когда про парламент говорили, про отставку, я думала, сказать, не сказать, скажу все-таки, мне хочется. Сказать, смысл там выдвигать инициативу, за которую никто не проголосует. Михаил Макарович, мы живем в условиях политики Республики Молдова. У нас, возможно, все. У нас, знаете, когда люди решают, будут голосовать или нет, иногда за пять минут до того, как собирается заседание парламента. Не только так. Есть партии, которые рассчитывают просто купить с потрохами избирателя. И я знаю, что ставки в этом году будут тысячу лей за один голос. И эта партия способна раздать по тысячу лей и купить себе мандаты в будущем парламенте Республики Молдова. Так что ставки очень высоки. Да, но это, я так понимаю, что тоже бездоказательно. Так же, как и слова академик. Бездоказательно. Нет. То есть вы реально знаете такие данные? Да, я знаю. И вы можете это доказать. Эти технологии были апробированы на выборах в Народное собрание ГГУЗИ. Эти технологии были внедрены из Кишинева при поддержке наших местных деятелей. Вы посмотрите, сейчас осенью, когда будут выборы 30 ноября, будет такой вброс грязи. Столько телефонных разговоров вы услышите. Сколько вы услышите грязи. Это будут самые грязные, но невероятно грязные выборы с использованием самых грязных темных технологий, чтобы вообще запутать население полностью и в этой мутной воде получить еще раз шанс, мандат на продолжение ограбления этого народа. Нашей страны. В Молдове ни один человек не может быть уверен в том, что его не прослушивают. В Молдове есть политические партии, которые закупили самые современные оборудования, которые правоохранительная система не имеет. И это оборудование прослушивает, записывает и при том меняет даже программный продукт, который вы сами пользуетесь компьютером, скачиваете информацию. Они даже туда влезают и меняют некоторые вещи. Я не буду полностью детализировать, но вы себе просто масштабом не представляете прослушки населения, которое в нашей стране есть. Знаете, что меня всегда удивляет, когда люди приходят и говорят такие вещи? Говорят, вот у нас это плохо, вот это точно, у меня есть доказательства. Напишите заявление в прокуратуру, изложите все эти факты и станьте достоянием прессы в этом отношении. Подождите, я давал такие данные, я давал и предоставлял. То есть вы обращались с заявлением в прокуратуру? Я обращался, я могу вам показать прокуратуру. Да, и ответ? Ответы дежурные, ответы, отписки обыкновенные. У меня таких ответов десятки есть, понимаете? Я не удивлюсь, если слушали премьер-министра, записывали разговоры премьер-министра, то какого-то там башкана или какого-то там председателя района или какого-то там политического деятеля районного масштаба, уверяю вас, слушают и видеосъемки делают, и сопровождение с использованием государственной структуры власти делают, и фото видеосъемки делают, и все делают. Все. Но не строят государства. Работают под кланы, работают под партии, но государства не строят. Кланы строят, партийные группировки строят, но не государства. У меня вопрос такого рода. Вот вы говорите, что необходимо вам, как члену правительства, в том числе строить правильные взаимовыгодные отношения с центральными властями, но не всегда эти сигналы исходят из всей Гагаузии. Я, например, на днях прочитала, что Гаспенбург-Гунджи хочет новый референдум осенью. Вы знаете об этом? То есть вы представляете себе, это опять новый очаг напряжения. Если учесть, что у нас еще и парламентские выборы, то на этом захотят нажить капитал многие лидеры. Надо четко обозначить, что уложения Гагаузии, определенные статьи уложения Гагаузии могут меняться только на референдуме. А другие части могут изменяться двумя третями депутатского корпуса. Я не знаю, о каких изменениях говорит господин Бургуджи. Может, он имеет в виду те части уложения, которые надо привести, изменить, которые требуют обязательно участия людей на референдуме. Ничего страшного в референдумах нет. Он, насколько я понял, он говорил именно о модернизации законодательства Гагаузии, именно совершенствования законодательства, уложения Гагаузии. Это, своего рода, наша конституция. Если менять конституцию Молдовы, то надо тоже определенное количество депутатов, которые проголосуют, или же референдум. Два варианта есть. Поэтому те статьи, которые можно поменять депутатским корпусом при наличии кворума в две трети, они это могут сами сделать. Башкан обязан подписать в этом случае. А если те статьи, которые надо менять на референдуме, то ничего страшного в этом нет. В Европе очень много референдумов проходит. Я хочу поговорить о Михаиле Формузале как о партийном лидере, лидере партии регионов. Как Вы сами оцениваете на сегодняшний день шансы Вашей партии пройти в парламент? У нас есть свой план раскрутки нашей партии и план нашей работы, которую мы выполняем. Очень много новых имен, очень много новых региональных лидеров, которым дорога в парламент Республики Молдова по другим партиям закрыта. И им дорога открыта только в рамках партии регионов. Потому что первые 32 человека – это 32 региональных лидера. Это новый список из новых людей. Это полный спектр этнического богатства нашей страны в списках. И не только первые 20-ка из Кишинева – родственники кланы, а это люди со всей Молдовы, всех национальностей. Да, всех национальностей. И ни одно место в списках нашей партии не будет куплено за деньги. Ни одно. А в первые десятки попадет человек, я даже не знаю, кто он будет, но попадет человек, который лучший слоган предложит на избирательную кампанию в парламент Республики Молдова. То есть это будете не вы? Возглавит список, вы говорите, человек? В первую десятку войдет человек. Я даже не знаю, кто он. Только за то, что он придумает слоган. Да, который придумает слоган, лучший слоган. И одно условие, чтобы этот человек был согласен с принципами нашей партии. Ни программа, ни принципы нашей партии. Они опубликованы, четкие принципы нашей партии. И у нас есть очень много людей, которые изъявляют желание. Даже мы говорим, что мы не требуем обязательного членства в партии. Если вы разделяете наши принципы, наши идеи укрепления молдавской государственности, строительства демократического государства, с нейтральным статусом, никакие военно-политические блоки мы не вступаем. Вы можете не вступать в партию. Мы вас, если вы авторитетный человек с Рыжканского района, к примеру, с Фалежского района. Нет проблем, мы вас включаем в списки, даже не вступая в партию. Пожалуйста, идите и работайте на благо своей страны. Звучит, конечно, очень привлекательно, но я вас спросила о шансах. Шансы? Да. Может быть, вы так щедро можете сейчас обещать людям именно потому, что вы осознаете, что шансы не так велики. По крайней мере, может быть, в одиночку. Давайте я отвечу на этот вопрос, но чуть позже. Значит, скажем, какие сегодня причины, побудительные мотивы у населения голосовать за действующую власть? Все составляющие, все четыре партии. Никакие. Первые были 8 лет у власти, народ не стал жить лучше. Вторые, уже сколько лет у власти, народ не стал жить лучше. Зачем за них голосовать? Всех в архив. А я вам отвечу на ваш вопрос. Знаете, что люди говорят? Что говорят? Мы не будем голосовать за маленькие партии, потому что они всегда рискуют пройти, не пройти. Лучше уж голосовать за партию крупную, там 100% эта партия войдет, и наш голос будет подсчитан. Разве вы этого не слышали? Предвыборная кампания. Как можно голосовать за партию, которая 4 года, 5 лет, 8 лет, 10 лет у тебя в кармане лазила и не вылазила с твоего кармана? Ну как же люди голосуют сколько лет за коммунистов? Всех на мусорную свалку. Все политические партии должны прийти новые. Эти плохо отработают. Жоз, следующие. И народ научится наказывать политиков. Вот когда он научится наказывать, тогда он заживет хорошо. А до тех пор, пока он будет с таким мышлением, что, а, чтобы мой голос не пропал, пойду проголосую за старый, вот он будет в этой нищете и дальше жить. А мы это людям объясняем. Теперь по шансам. Мы пройдем парламент республики Молдова 30 ноября. И вы будете этому свидетелем. Да, еще дату, правда, мы точно не знаем. Ну, говорят об этой дате. Ну, я думаю, что если и дату изменят, тогда вообще никто за них не будет голосовать. Интересная ваша логика. Хорошо. Вы не думали о блоке? Вы не думали о блоке с партиями левой ориентации? Почему у нас левые сейчас ругаются больше, чем правые? Ну, почему так происходит? Вы заметите, партия регионов не ругается на левом фланге ни с кем. Мы не ругаемся, наоборот. Ну, я что-то читала, вы, по-моему, Шелина критиковали. Я не критиковал Шелина. Или Додона. Вот сейчас не вспомню. Ну, поищу сейчас. Зачем мне критиковать их? Они пусть доказывают и говорят в своей программе. Три партии, которые сделали несколько публичных деклараций. Вместе это партия патриота Молдовы, это социалисты Морева, той второй партии социалистической. Значит, несколько о декриминализации института власти мы делали. И ряд еще других заявлений, которые мы делали совместно. То есть, некий элемент, такая дискуссионная площадка, на левом фланге все же таки уже она сформирована. Относительно того, ну, как вы себе представляете, с кем мы можем пойти? Мы новая партия. Молодая партия, которая ни разу еще не принимала участие в избирательной кампании. Нам всего два с половиной года. Ну и что, да. Зачем нам себя связывать какими-то блоками под названием очередная молдавская свадьба? С наношом, с посаженными и так далее, с подарками, с подношениями. Зачем? На. Мы же идем в парламент работать. Мы должны идти туда командой. А уверяю вас, партия регионов пойдет, у нее будет кандидат на премьер-министра. Весь кабинет министров будет заранее обозначен, кто пойдет на какую должность. Ну, так делают многие партии. Ну, так мы тоже пойдем открыто. А зачем нам устраивать молдавскую свадьбу, а потом как с этой свадьбой разбираться? Кто-то кому-то не долил, кто-то кому-то что-то не так сказал, обиделся. Кто-то выпил больше лишнего и лишнего сказал. Зачем нам это? Нам нужна работоспособная команда, которая будет эффективно работать. И профессиональная команда. Ну, просто говорят, что если левые объединятся, вы же знаете эту теорию, что смогут тогда составить реальную конкуренцию самому главному игроку на левом поле партии коммунистов Республики Молдова. Вы же слышали об этом. И попытки предпринимали некоторые лидеры. У господина Воронина есть устойчивый электорат, который в любые погодные условия, в любой температурный режим, в любом состоянии доползет до избирательной урны и бросит снова за Серпи Молот свой голос. И его никакими аргументами не переубедить. Это все от лукавого. Но есть огромное количество людей, которые разочаровались в действиях партии. И вот они сегодня раздумают, а кому все же таки отдать голос? Есть огромная категория людей, мы их называем иноязычные, русскоязычные, как говорят. Ну да. Сколько раз их обманывали. Все, кому не лень, пользовались их голосами, использовали их, решали свои личные вопросы. Но никто никогда не дал парламентскую трибуну русскоговорящим, чтобы они высказали свою позицию. А наша партия даст им возможность, чтобы голос иноязычных, русских, украинцев, белорусов, гагаузов, болгар, поляков, чтобы он был услышан со стен парламента, с парламентской трибуны. Мы это дадим. И поэтому я абсолютно уверен, что все русскоговорящие, все молдаване-государственники проголосуют за партию регионов. И в этом убедитесь вы. Ну, давайте так доживем, чтобы я убедилась. Ну вот вы говорите, я смотрю, вы же говорили, с Дадоном и Мишиным мы в союз не пойдем. Да, но это же не критика. Нет, такие вопросы вам, очевидно, задавали. Вы категорически не захотели с ними идти. То есть вам не по пути с ними. Я сейчас вам подтверждаю, что мы ни в какие... Это было принято решение съезда партии региона. Я выполняю решение съезда. Если съезд соберется, примет другое решение, мы все будем выполнять. Но насколько я информирован, съезд не будет собираться и менять эту установку. Четкая установка съезда партии. Я не могу менять. Это не карманная партия, где один человек решает. А это коллегиальный орган. Съезд решил, никакие блоки. Только самостоятельно. Михаил Макарович, скоро истекает полномочия у вас, как башкана. У нас не принято, чтобы люди говорили, кого бы они хотели видеть на этом посту. Вы же не можете баллотироваться. Но, тем не менее, я услышала такую версию, что вы рассматриваете кандидатуру преемника. Вот фамилию не хотите назвать? Никакого преемника не будет. Будет своего рода праймерис. Сейчас, где активисты и партии регионов, и движения Единая Гагаузия, и Совета Старейшин, и неправительственных организаций соберутся и путем тайного голосования определят кандидата, который пойдет на выборы. И башкан поддержит того кандидата, которого они определяют. Не будет никакого... То есть Бузаджи – это просто одна из фамилий? Бузаджи – это человек, который много лет работает рядом со мной. Это достаточно молодой, энергичный человек, обладающий очень хорошими качествами организатора, администратора. Он блестящий оратор. Это очень подготовленный, хорошо человек. Он много раз бывал и во многих загранкомандировках, и на экономических форумах. То есть он всесторонне подготовлен. Но у меня таких людей много. У меня Виталий Иванович Кирчук. Это сегодня и эксперт Европейского Союза, великолепно владеющий кучей языков, великолепный министр экономики, автономии, который очень много интересных предложений дает. У меня таких людей много. Мой заместитель, очень хорошо подготовленный, много лет работает. Валерий Федорович Ченеола, государственник. Есть еще ряд других фамилий, которые на слуху сегодня. Но у нас есть вместе с тем и выходцы из ГГУЗИ, которые тоже обладают большим потенциалом. Тот же Александр Стояниоглович, грамотный специалист, который много лет проработал в стенах парламента. Я критикую ОПГ ДПМ. Я критикую и так их называю. Они заслуживают этого. Но отдавая дань уважения качествам человека, который профессионал, я имею полное право это делать. Я говорю о тех людях, которые обладают потенциалом, чтобы быть поддержанным гагаузским народом. Та же Ирина Влах, она состоит в партии коммунистов. Но у нее есть потенциал, у нее есть поддержка. И она тоже претендует на то, чтобы занять должность башкана ГГУЗИ. И это выбор гагаузского народа будет. Я не могу. Я говорю только о тех людях, у которых есть потенциал. Таких огромное количество. Я не знаю, кого выдвинут именно на этом прайме ризе, кто победит. Я не знаю. Но я подчинюсь решению. Это будет опять же впервые в Молдове такая практика будет применяться. Мы в автономии очень многие вещи делаем, которые впервые делаются в Молдове. А потом это Молдова перенимает и реализует в масштабах всей Молдовы. Уверяю вас, у нас будут в Молдове референдуме, после ГГУЗского референдума, с 70-процентной явкой, у нас будет референдуме в Республике Молдова. Я не стану на этом завершать нашу программу, потому что у меня есть еще один интересный к вам вопрос. Вот сейчас все говорят о ситуации в Крыму, то, что происходит. Вот, кстати, для вас ситуация с Крымом – это присоединение или аннексия? Это не аннексия, однозначно. Так. Когда, я повторюсь, когда целый народ выброшен на обочину политической жизни, не принимает практически никакого участия в процессе принятия, реализации, выработки решений на общегосударственном уровне, что остается делать этому народу? И последний вопрос к вам, который я вот начала уже формулировать. У вас на страничке в соцсети, свой аккаунт вы сами ведете, вы разместили такую статью, в которой было написано о том, что после Крыма следующий будет Гагаудзе и Приднестровье. Это статья одного молдавского журналиста. И там есть некоторые рациональные зерна, над которыми стоит серьезно подумать. Поясните, вы не прокомментировали там ничего, но, тем не менее, народ комментировал весьма охотно. Там были разные мнения. Почему вы это разместили, что вы этим хотели сказать? Это как предупреждение, что вы, господа, подумайте, одумайтесь. Или что вы этим хотели сказать? Жители Гагаузии видят свое будущее только в составе Республики Молдова. Это четко сказано. И сегодня Гагаузия, а я разговариваю со многими людьми в регионах, и сами молдаване говорят, вы, жители Гагаузии, молодцы, вы сохранили молдавскую государственность. Да, я слышала такие мнения. Мы будем стоять на страже молдавской государственности, и мы будем пресекать любые попытки этих унионистов ликвидировать молдавскую государственность. Но если политическая элита... сможет каким-то образом переубедить мнение людей провести какой-то референдум или еще что-то такое, тогда в этом случае мы пойдем своей дорогой, а те, которые видят Молдову как временный проект, пойдут другой дорогой. Эта статья, которая была размещена, там есть очень многие хорошие ценные мысли, которые нам надо внедрять в Молдову, нам надо строить свое государство. А больше половины этой статьи именно направлены на то, что стройте государство свое, не стройте партии, не стройте кланы, не стройте финансово-промышленные группы, думайте о своей стране, не думайте Восток-Запад, думайте о своей стране. А эти мысли во многом мне созвучны. Потому что я все время говорю, у России есть свои интересы, у Запада есть свои интересы, у Америки есть свои интересы. Где наши с вами интересы? Зачем надо ехать в Киев чиновникам ответственным из Молдовы, тогда, когда там ни один вопрос не решается, когда там стреляют, убивают, какие-то там вооруженные формирования. Сегодня они штурмуют Думу, Раду их не штурмуют, завтра еще что-то. Что там решали? Какие проблемы? Лучше сядьте, съездите в Роспотребнадзор. Лучше сядьте, пойдите в Молдову, Газпром пойдите. И решите вопрос поставки газа по сниженным ценам. А почему вы не пытаетесь решать? Кто сказал, что я не пытаюсь? Вот после вина я занимаюсь сейчас вопросами газа. И с Божьей помощью, с нашим упорством, мы сделаем так, что мы найдем пути, возможности для получения доступа к рынкам, энергетическим рынкам таможенного союза по приемлемым для нас ценам. Те цены, которые население сможет оплатить. Вот этим проектом я сейчас занимаюсь и я добьюсь этого, это будет сделано. Я благодарю вас за беседу. В завершение могу сказать только одну вещь. На меня в свое время произвела впечатление ваша одна фраза. Я ставлю перед собой цель, я всегда добиваюсь того, чего я хочу. Мне кажется, это хороший девиз по жизни, раз вы на самом деле всего добиваете, чего хотите. Или это немножко так? Это так. Но я когда ставлю цели, я ставлю цели не своей личной цели. Я ставлю цели, которые приносят хотя бы 50 плюс 1, обществу плюс приносит. Я не ставлю перед собой цели, которые принесут личную выгоду мне в ущерб остальным. Потому что реализация такой идеи политикам приводит к его политической смерти. Я всегда ставлю ту идею, которая принесет пользу большинству. А это большинство, оно разумное большинство, оно всегда поддержит политика. Вот почему я 19 лет, это секрет моего успеха. Я 19 лет таким образом действую по таким правилам. Ну вы человек еще военный, у вас и выправка, и характер наверняка. Я благодарю вас за эту беседу, мне жаль, что вы не выпили со мной чаю. А вы так меня нагрузили вопросами, что я даже воду не успел выпить. Это была моя работа в свою очередь. Спасибо вам. Это была программа «Прилюдно». Я жду вас каждую субботу в 19 часов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин